Театр «Маяк» в море на крохотном островке. Он стоит под натисками бури и освещает дорогу людям. Валерий Шацкий. Валерий Николаевич, здравствуйте. Мы рады, что Вы нашли время на встречу с нами. И первый вопрос. Вы в театральной деятельности уже более полувека. Вот за это время как меняется Ваш зритель? Главное, чтобы был искренний спектакль, живой. И если он интересен для детям, то и дети искренне на него откликаются. Правда, ритмически, конечно, жизнь она тоже диктует свое. И дети стали быстрее как бы соображать. Стало появляться такое, то, что мы называем такое клиповое сознание, клиповое восприятие, которое, с одной стороны, вроде, ну, слава Богу, соответствует времени, что надо быстрее, оперативнее на все реагировать. А с другой стороны, конечно, это немножко лишает детей возможности поразмышлять, посозерцать, осмыслить что-то. Вы уже почти 40 лет служите в Рязанском театре кукол. Вот откуда такая преданность одному театру? Никогда не хотелось куда-то уйти, что-то изменить? Мы ответственны за тех, кого приручаем. И поэтому труппу приручаешь. Со многими проработал, можно сказать, всю свою творческую жизнь. Пришли ребятами, а уже, так сказать, одной ногой на пенсии. Поэтому в этом есть своя прелесть. В отличие от западных театров, которые собираются на спектакль, а мы работаем с постоянной труппой, где театр — это такая единая театр-студия, театр-семья, в котором у тебя не только творческие заботы, но и заботы о каждом человеке, который попал в твою орбиту. Вы ставили сказки для детей, серьезные классические произведения, такие как «Мастер и Маргарита», «Первое время чумы». Вот что вам больше интересно и для кого вам больше нравится работать? Взрослый человек — это как уже скульптура из мрамора или из меди отлетает, из бронзы. Если надо что-то изменить, то проще отломить. А ломать не хочется, а ребенок — это как бы мягкий материал, который поддается. Я подумал, что лучше работать на будущее, чем ломать сегодняшнее. Театр должен возвышать человека, делать его все лучше, добрее, более понимающим, более как бы сочувствующим себе и другим, чтобы основное — добрее делать. Добрее. Потому что добрый человек по-своему воспринимает мир. И когда мы говорим о том, что он должен быть сильным, но сильные не всегда хорошие люди. Современный человек, он привык к клиповому мышлению, спецэффектам, а кукольный театр — это все-таки нечто более камерное и размеренное. Вот как вы считаете, театр должен подстраиваться под своего зрителя? В ушах слова моего учителя Михаила Михайловича Королева, замечательного педагога и режиссера. Ваши часы режиссерские не должны отставать от часов зрителя. То есть мы должны существовать в одинаковом времени. Если ты начинаешь очень замедляться, то зрителю становится скучно, и он может голосовать ногами. Взять и встать и уйти. А с другой стороны, нельзя идти на поводу у зрителя. В одном из своих интервью вы сказали, что театр не бывает ни хорошим, ни плохим. Но все-таки за столько лет в театре, я думаю, у вас сложился какой-то свой рецепт хорошего спектакля. Вот какой он? Он должен быть прежде всего тебе интересен. Он должен тебя взволновать в первую очередь. Он должен тебя взволновать, а потом ты попытайся искренне решить ту проблему, которая сегодня тебя волнует. Делай, что должно. А вот должно делать вот так. И меньше компромиссов. И тогда, я думаю, мир можно изменить в лучшую сторону. И не бояться. Валерий Николаевич, спасибо за столь интересную беседу. Нам сегодня было очень приятно с вами встретиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова